Здравствуйте, уважаемый Вячеслав Михайлович и Александр Иванович, я Терехова Светлана Викторовна, мать Терехова Сергея Сергеевича, незаконно обвиняемого Саратовским Следственным Комитетом в совершении угона. Вынуждена обратиться к вам через средства массовой информации с просьбой забраться в этой вопиющей, незаконной и несправедливой ситуации. Я уже на протяжении двух месяцев звоню на горячую линию Следственного Комитета России и пытаюсь записаться на личный прием, но ваши сотрудники говорят мне, что таких, как я, много и что мне нужно подождать. Но почему-то после звонков мне сразу же звонят сотрудники Саратовского Следственного Комитета и уговаривают отказаться от записи. Причина моего обращения следующая. Моего сына Терехова Сергея Сергеевича пытаются посадить за угон автомобиля, совершенный с угрозой применения оружия. Уголовное дело в отношении моего сына возбудил руководитель Следственного Комитета Саратовской области Анатолий Говоронов. В настоящее время Сергей по решению Калининского суда Саратовской области содержится в следственном изоляторе города Балашо Саратовской области. То, в чем следственные органы обвиняют Сергея, я назову борьбой за жизнь. Вечером 11 декабря 1922 года он находился на охоте со своими знакомыми. Поэтому с собой у Сергея было ружье. Во время охоты Сергей заблудился в лесу. Была ночь, мороз. Он пять часов бродил по лесу в темноте, чтобы найти, к кому обратиться за помощью. У него не было с собой телефона. Погреться было негде. Вокруг темнота. Непонимание, где находишься и куда идти. Слава Богу, потом он увидел свет и оказался в каком-то поселке. Он стучался в дома поселка, но нигде ему никто не открыли дверь. Только в одном доме горел свет. И где наступил моего сына, окно ему открыла женщина. Сергей через окно ей объяснил, что заблудился, замерзает. Попросил вызвать помощь или такси. Однако эта женщина, видимо, испугалась. Просто закрыла окно и больше к сыну не выходила. Прошло еще много времени. Мой сын продолжал замерзать. И не знаю, куда еще можно пойти. Потому что вокруг были только брошенные фермы. И закрытые дома. Поэтому Сергей решил погреться в автомобиле, который стоял во дворе этого дома. Автомобиль был открыт с ключами на спущенных колесах. Сергей завел его. Но оказалось, что печка не работает. Тогда, чтобы сохранить свою жизнь, решил поехать до ближайшего пункта, где ему окажут помощь. Как потом выяснилось, женщина из дома позвонила своему сыну. И он вызвал полицию, не разобравшись в ситуации. Ехал Сергей со скоростью 10-15 км в час. Шимин же были спущены. Ночь. На трассе никого. Потом он заметил, что за ним тоже медленно движется автомобиль. Потом на пуче оказалось, что это потерпевшие со своим другом за ним ехали. Но Сергей-то оттуда не мог узнать, кто за ним едет. Сергей остановил автомобиль. Те тоже остановились. Он вышел с автомобиля и пошел им навстречу. Но они развернулись и уехали. Сергей даже не знал, что это за люди, а просто хотел обратиться к ним за помощью. Потом Сергей приехал в магазин. Там же недалеко от поселка и попросил вызвать такси. В этот момент он и был задержан сотрудниками полиции. Он никакого сопротивления не оказывал. Объяснил сотрудникам и потерпевшему причину, по которой он поехал на машине, попросил извинения. Потерпевший претензий к нему никаких не имел и написал заявление, чтобы не проводить проверку. Потом Сергея вызвал следователь, которому сын дал пояснение, разъяснил причины. Из-за происшедшего Сергей получил переохлаждение и его положили в первую советскую больницу у города Саратова. И казалось бы, все, Сергей лечится от переохлаждения. Не потерпевшему он все объяснил, попросил извинения, но нет. Оказывается, 14 декабря 2022 года Анатолий Говорунов возбудил уголовное дело в отношении Сергея. В это время сын уже находился в больнице и не знал, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Никто ему об этом не сообщил. А рано утром, примерно в 7 часов утра 15 декабря 2022 года, доблестные сотрудники полиции по указанию следователя просто забрали его из больницы и перевезли к следователю, где его и задержали. И хотя на момент возбуждения дела и мой сын, и хозяин машины говорили, что никаких угроз, а тем более угроз опасных для жизни, мой сын никому не выдвигал. Судьи Калининского районного и Саратовского областного суда, слеп следуя в следствии и не разбираясь в ситуации, поместили моего сына в СИЗО, как подозреваемого в тяжком преступлении. Скоро очередное продление стражи, но следователи, прокуроры и суд никого не слушают. Уверена, что они легко продлят эти сроки и будут делать так много раз. Я думаю, что данное крайне жестокое отношение к моему сыну не случайно. Он занимает должность заместителя директора Саратовского речного порта, одного из крупнейших портов и судовладельцев. А я являюсь акционером данного предприятия. К данному предприятию особый интерес проявляет руководство прокуратуры Саратовской области, который даже при отсутствии полномочий и нарушении компетенции постоянного организует проверки предприятия, подает к нему иски. Поэтому я предполагаю, что все описанные мной действия и выпиющее нежелание разобраться в ситуации со стороны следствия и суда вызваны волей местной прокуратуры с целью возможного рейдерского захвата данного предприятия в интересах одного из его акционеров, который живет за границей и прославился в 1996 году. Уважаемый Вячеслав Михайлович Александр Иванович, мой сын был адвокатом, занимает руководящую должность крупного предприятия, является отцом троих детей. Он никогда не привлекался к уголовной ответственности, а в этой ситуации спасал свою жизнь от обморожения и смерти на холоде. Никому не причинил вреда, никто не требует привлечь его к уголовной ответственности, а желание Анатолия Говоронова и Сергея Филипенко при полном безразличии к происходящему со стороны местных судов просто ломает не только его жизнь, но и жизнь его детей. Я очень вас прошу записать меня на личный прием и забрать уголовное дело моего сына в центральный аппарат Следственного комитета для его изучения и принятия законного и справедливого решения, потому что местные следствия явно предвзято.